По настоящему весеннюю погоду Оренбург ждал уже давно, но стоило растаять снегу, как обнажилась острая проблема. Улицы буквально завалены мусором. Чтобы увидеть неприглядные картины, достаточно свернуть в любой двор или просто проехаться по городу. Наша съемочная группа не стала уезжать от редакции далеко, проехались по соседним улицам. Переулок телевизионный, улица Чкалова, Уральская, Луговая, Курганская, проезд светлый. Как бы ни старались коммунальщики, мусора много везде. И возле многоэтажных домов, и в частном секторе. ЖКО! ЖКО виноват? Конечно. Почему? Потому что не заставляют убирать. Ну это безобразие. Это мы виноваты сами. Это постоянно сморфисор летит. Постоянно. Потому что час не приезжает. Вот эти дни, через день, через два приезжает машина. Пока одни сядут на несвоевременный вывоз мусора, сотрудники спецавтохозяйства обвиняют самих жителей частного сектора. Эта картина на улице Курганской – пример недобросовестности оренбуржцев. В договорах у нас написано, что именно мусор такой, вот листва или там ботва, она должна складываться в мешках. А ветки, необходимо их как-то порезать и увязать. Тогда нам будет при погрузке очень удобно. Подъехал автомобиль, покидали эти мешки и увезли. Между тем, власти города заверили, к майским праздникам Оренбург должен быть в идеальном состоянии. За это время нужно очистить улицы, посадить цветы и деревья. Ближайший субботник районный объявлен уже в эту пятницу, 13 апреля. Общегородской пройдет 20 числа. После зимы, конечно, накопилось очень-очень много мусора. Это вот еще раз говорит о культуре нашей. Я обращаюсь просто ко всем жителям. Надо каждому на своей территории, на прилегающей, собственными руками поработать, чтобы привести город в порядок. А вот коммунальщиков и частных лиц просят субботника не дожидаться. Грязи и мусора в городе действительно много. Убирать с улицы придется в сжатые сроки. Уже через пару недель таких пейзажей в городе быть не должно. Юлия Гафарова, Дмитрий Журавлев. Наше время.